Британская писательница Беатрис Поттер – автор популярных сказок для детей и для взрослых с хорошей фантазией. Героями ее произведения стали домашние питомцы, самые известные из которых – кролик по имени Питер. Прототипом главного героя стал купленный ее отцом на одной из ярмарок настоящий кролик. При этом писательница действительно много занималась с Питером дома, научила его прыгать через обруч, звонить в звонок и бить в бубен. Говорят, что первая история о кролике в голубой курточке появилась из иллюстрированного письма Беатрис Поттер к детям своей бывшей гувернантки. Беатрис Поттер придумала главного героя в 1893 году. Первоначальная версия книги содержала 42 черно-белые иллюстрации и была напечатана в небольшом формате, который она разработала таким образом, чтобы книгу могли держать даже очень маленькие дети. Книга оказалась очень популярной. Вскоре Беатрис нарисовала цветные иллюстрации и сказка о кролике Питере была официально опубликована. Книга сочетала обманчивую простую прозу с нежными акварельными иллюстрациями узнаваемых лесных зверюшек, несмотря на их человеческую одежду и жилища. Сказка про Питера Кролика Жили-были в одном лесу четыре крольчонка по имени Флопси, Мопси, Ватный Хвост и Питер. Жили они со своей мамой-крольчихой на высоком песчаном берегу в кроличьей норке под корнями высокой ели. Однажды утро мама-крольчиха сказала своим деткам «Ну-ка, мои милые, пойдите погуляйте в поле или побегайте по улице вдоль живой изгороди, но только упаси вас Бог подходить к огороду мистера Макгрегора. Вы же помните, как с нашим папой там случилось такое горе. Его поймали, и миссис Макгрегор испекла из него пирог. Бедный наш папа». «Ну, бегите, мои дорогие, досмотрите, не попадите в беду, а я пока пойду по делам». Сказав это, мама-крольчиха взяла корзинку с зонтиком и пошла прямиком через лес в булочную за вкусными булочками с изюмом, которые так любили ее маленькие крольчата, и буханка черного хлеба. Крольчата Флопси, Мопси и Ватный Хвост побежали к живой изгороди, как советовала мама, и с большим удовольствием начали поедать росшую там ежевику. Но Питер любил попроказничать и не очень-то любил слушаться маму. Он, вопреки всем наказам, поскакал прямо к огороду мистера Макгрегора и пролез в него через щель под калиткой. Здесь Питер-кролик начал с наслаждением поедать привкуснейшие овощи с грядок мистера Макгрегора. Сначала он немного пожелал салата зеленую фасоль, потом поел редиски, а когда ему стало уже плохо от редиски, пошел поискать петрушку. И там, где кончались рамы огуречных парников, он наткнулся на кого бы вы думали? Конечно же, на мистера Макгрегора. Мистер Макгрегор в это время стоял на четвереньках и рассаживал капусту. Как только он увидел Питера, тут же вскочил и, размахивая в воздухе граблями, понесся за Питером. «Держите, вора!» – кричал он. Бедолага Питер ужасно испугался. От страха он забегал по всему огороду и никак не мог вспомнить, где находится калитка. И пока Питер бегал, он потерял правый ботинок на капустных грядках, а левый – в картошке. Когда он остался без ботинок, то что есть мощи, помчался на всех четырех лапках. И, надо сказать, дело пошло значительно быстрее. Может быть, Питер и смог бы спастись от преследователя, но неожиданно налетел на сетку, которой мистер Макгрегор накрывал кусты кружевника от лесных птиц. Большие медные пуговицы его новой курточки заостряли в сетке, и Питер ничего не мог поделать. Бедняка Питер решил, что пропал, что его сейчас поймают и сделают из него пирог. И он горько заплакал. Но тут знакомые воробьи услышали его всхлипы. Они подлетели к крольчонку, сильно взволнованный, и начали умолять его не падать духом. Мистер Макгрегор увидел, как Питер застрял в сетке и успел захватить по пути решето, которым собрался накрыть нашего Питера. Но Питер оказался ловким малым и сумел вывернуться из рукавов своей курточки как раз в это время и пустился со всех ног на утек, оставив свою совсем новенькую курточку возле куста с сеткой. Он забежал в неподалеку стоявший сарай и спрятался там в лейке мистера Макгрегора. Конечно, лейка была неплохим укрытием, но почему-то в ней оказалось ужасно много воды. Мистер Макгрегор не сомневался даже в том, что Питер прячется где-то в его сарае, ну, например, под этим пустым цветочным горшком. Он начал осторожно переворачивать пустые глиняные горшки, заглядывая под каждый из них. А тут Питер как чихнул. Апчхи! Мистер Макгрегор кинулся к лейке с Питером и хотел наступить на него ногой, но Питер успел выпрыгнуть через окно, обронив при этом три цветочных горшка с геранью. И слава богу, окошко оказалось слишком маленькое, чтобы мистер Макгрегор мог через него пролезть. К этому времени ему уже порядком надеяло гоняться за кроликом, и он вернулся к красаде своей капусты. Удрав так благополучно от грозного мистера Макгрегора, Питер присел, чтобы немного отдышаться. Он весь запыхался и все еще дрожал всем телом от страха. К тому же он до гостей промок, пока сидел в лейке. И теперь, уставший и испуганный, совершенно не знал, куда ему бежать. Кое-как отдышавшись, Питер боязливо засеменил калитки, которую увидел неподалеку. Но она была заперта, да и к тому же толстенькому кролику под ней было никак не пролезть. А мимо калитки туда-сюда основала старая мышь. Она таскала горох и бобы для своих мышат, которые жили в лесочке по соседству. Питер спросил ее, как ему пройти к незапертой калитке, но мышь держала во рту такую огромную горошину, что не смогла ему сказать ни слова, и только покачала головой. И тогда Питер снова заплакал от обиды. Пытаясь найти выход, он пошел через огород наискосок, но только еще больше запутался. И вдруг он совершенно неожиданно оказался возле пруда, откуда мистер МакГрегор брал воду для поливки. На берегу сидела большая белая кошка и наблюдала за золотыми рыбками в пруду. Она сидела очень тихо, только иногда шевеля кончиком своего хвоста. Питер решил незаметно прошмугнуть мимо нее. Он слышал некоторые рассказы о кошках от своего кузена Бенжи на Минобанне. Питер снова направился назад к сараю, но вдруг услышал, как «Чик-чик-чук» зазвучала мотыга. Питер быстро юркнул в кусты. Подождал. Вскоре понял, что вроде бы ничего особенного не происходило. Тогда он вылез из кустов, скрабкался на тележку и осторожно огляделся. Первое, что он увидел, был сам мистер МакГрегор, который окучил к этому времени лук. Как хорошо, что он стоял к Питеру спиной. И смотрите, как раз за мистером МакГрегором есть та самая незапертая калитка. Питер бесшумно слез с тележки и побежал, чтобы было духу по дорожке за кустами черной смородины. Мистер МакГрегор увидел его только на повороте, но Питер уже проскользнул под калиткой, не обращая на него никакого внимания, и, наконец-то, оказался в безопасности в лесу за огородом. А мистер МакГрегор нашел курточку и маленькие башмачки Питера и пристроил их к палке, как пугало для отпугивания дроздов. Питер же в это время бежал без оглядки, ни на секунду не останавливаясь, пока не оказался дома, под их большой елью. Бедный, он так устал, что сразу упал на мягкий песочек, что устрелал пол их кроличьей норы и прикрыл глаза. Мама кроличиха уже готовила ужин. Она посмотрела на сына и очень удивилась. Куда же Питер опять подевал свои ботиночки и только что купленную курточку? Ведь это же было уже второй раз, когда этот непослушный кроличонок потерял свою курточку и ботинки за последние две недели. Маме это очень не понравилось. К сожалению, Питер чувствовал себя не самым лучшим образом в этот вечер и не смог ничего объяснить маме. Мама уложила его в постель раньше всех и приготовила отвар из ромашки. Одна столовая ложка, чтобы ты быстро уснул. А в лопси-мопси и ватный хвост, как хорошие кролики, получили в этот вечер на ужин булочки с изюмом, молоко и еще варенье из черной смородины. Сказка о кролике Питере остается самым популярным творением писательницы. Он, пожалуй, самый первый персонаж в мире, с изображением которого каждый год выпускается множество сувенирной продукции. Беатрис Поттер запатентовала свою куклу кролика Питера, а еще она создала настольную игру с его изображением. На данный момент о приключениях ральчишки сняты фильмы, мультсериалы, а также фильм-автобиография о самой Беатрис Поттер. Поттер написала еще много сказок с другими героями. Бельчонки Тресси, Котенки Томми, Мистери Макквакеле, Клярик Кряквуд и, конечно, продолжение приключений кролика Питера. Беатрис Поттер почти всю жизнь прожила в озерном крае на севере Англии, публиковала сказки и сама рисовала все иллюстрации, на которых запечатлены фирмы, деревни и сады этой местности. Истории про кролика Питера и других лесных жителей читайте вместе с детьми в книгах Беатрис Поттер.